Накануне с присущей уровнем мероприятия помпой в городе состоялся традиционный августовский педсовет. Педагоги вспоминали прошлый учебный год и строили планы на год грядущий. Железногорские школы готовы распахнуть двери для своих учеников, но не все. К примеру, бывшая 176-я, спешно освобожденная под проект Мариинской гимназии, так и стоит пустой. Вот они, вот тут, вот тут, вот они, тут, само солнце, видите, строится. Школьный двор, бывший 99-й, а потом и 176-ю школы мы снимали накануне. День был солнечный, а потому посмотрели все, как говорится, не торопясь. Складывается ощущение, что это величественное здание, построенное давным-давно в лучших традициях советской архитектуры, просто застряло во времени. Над входом висит еще табличка, сообщающая, что это школа номер 176. Однако машины просят не ставить уже у ворот Мариинской гимназии. Однако гимназия здесь пока и не пахнет, по крайней мере, жители соседнего дома никаких телодвижений на школьном дворе не заметили. Нет, совершенно никакого движения нету, потому что все закрыто, все, там, сторож есть, сторож есть. Но вот заброшены все участки, все. Вот этот спортивный комплекс, вот эта столовая, там вот еще есть мастерская, все это заброшено. Все газоны некогда ухоженного школьного двора поросли бурьяном, что само по себе некрасиво. Так живучий сорняк начал уже распространяться и в соседний двор, засоряя лучший в городе цветник. Люди обращались и к местным сторожам, и к тем, кто отвечает за здание с просьбой навести порядок. Но, как видите, ВОЗ и ныне там. И, как следствие, эти заброшенные территории осваивают девиантные подростки и асоциальные граждане. Да, вот расскажите, скажем, кто здесь обитает, кого вы здесь встречаете? Значит, здесь вот в этой траве, в густой траве, в зарослях, там, значит, подростки, но, наверное, лет 14, может быть, 13-15, все время не курят. Я бы, почему курят, потому что, вы видите, вот растет конопля, там кругом все заросло, крапива, их там не видно, они делают, что хотят. Делают, что хотят. Спортивный комплекс был тут, все закрыто уже давно, никто ничем не занимается. А бомжи? Бомжи, да. Я вам сказала, бомж ночует там в крапиве, он расстилает покрывало и, значит, там спит. Тепло же, не дует ему ни с какой стороны, поэтому вот это вот. А если бы было скошено, было бы, может быть, и не было бы этого. Совершенно понятно, что ситуация тут будет только ухудшаться до тех пор, пока не найдутся в бюджете обещанные на гимназию средства. О перспективах Мариинского движения в Железногорске мы спросили у одного из самых осведомленных руководителей городского образования. На 1 сентября текущего года разговор по открытию не идет. Основная проблема – это дефицит финансов в краевом бюджете, он очень серьезный. Про 2015 год сейчас сказать не могу, потому что, поскольку мы люди с вами по земле ходящие, мы с вами понимаем, что приоритеты по 2015 году, скорее всего, будут обозначены после выборов. Ну, хотелось бы надеяться, вот с того, о чем мы начинали говорить, чтобы это учреждение, которое было заметным на муниципальном уровне, не прекратило свое существование. И в этом смысле хотелось бы надеяться, что все-таки в ближайший год, там, 15-16 год, судьба решится, но решится в положительную сторону. Потому что, ну, вот, если еще год простоит, мы можем получить, я не пенсимист, но переживаю, мы можем получить ситуацию бывшего 35-го садика филиала школы 95. Тем временем количество пустующих зданий образования только увеличивается. Только в этом году к 176-й школе может присоединиться 92-я, хотя, конечно, после переезда школьников в 97-й там продолжат работать клуб «Патриот» и еще несколько организаций. Также объявлено закрытие Железногорского филиала СФУ. Это бывшая 105-я школа. Печальные тенденции, однако. Ну, вот сегодня из УЗ главы ЗТО прозвучала совершенно адекватная объективная оценка ситуации. И мы, я имею в виду, я и мои коллеги, которые занимаются образованием первый год, мы про это говорим последние лет 5-7. Даже с точки зрения количества выпускников, которые уже два года подряд меньше 500, надо понимать, что у нас стабильно низкое количество обучающихся. Мы там рассчитаны на какой-то прирост в связи с восстановлеждаемостью. Но, к сожалению, пока на уровне школы это не проявляется по разным причинам. Поэтому, вернусь к вашему вопросу, на сегодняшний день, как это ни печально, исходя из количества детей, сеть по количеству зданий и сооружений, она является избыточной. Поэтому, сценарий первый, содержать всю имеющуюся сеть, но при этом до каждого учреждения будет дать полтора рубля. И понятно, какой уровень будет благосостояние и качество всего остального этой среды, в том числе образовательно-развивающей. С другой стороны, принимать непопулярные, но очень ответственные решения в отношении того, чтобы сеть оптимизировать, в смысле ее сжимать, сокращать, скажу сразу, как это так, как и на самом деле есть. Только с одной единственной целью, значит, средства, которые сегодня есть, перераспределить в пользу тех учреждений, которые сегодня загружены, ну вот, достаточно хорошо. Это раз. Во-вторых, это позволит, первое, решить вопрос материальной базы, вопрос состояния зданий и сооружений. Ну, я думаю, что отсюда вытекает нормальная, хорошая, правильная последствия, вопрос качества. Конечно, это все логично, но как бы не получилось, как с детскими садами. Сначала раздали направо-налево, а потом, спустя, конечно, годы, город ощутил острую нехватку помещений. Михаил Симонов, Андрей Васильев, Информэкспресс.